История плюшевого мишки в России. Сложно себе представить детство без этого чуда. С мишкой мы играли, одевали его, засыпали с ним в обнимку, доверили ему свои детские тайны. Пожалуй, эта игрушка – такой же неотъемлемый от детства атрибут, как велосипед или новогодняя елка. Инструкция 1. У каждого из нас в детстве был свой плюшевый мишка. Не всякая детская игрушка может похвастать с точным днем своего рождения. 27 октября в скандинавских странах в США и Великобритании отмечают День плюшевого мишки. В России этот день отмечается 19 ноября. Сегодня плюшевый мягкий медведь – одна из самых распространенных по всему миру детских игрушек. Среди взрослых этот зверь тоже находит своих почитателей. Два вольта России в дореволюционное время игрушки в виде медведей были деревянными – богородские игрушки и керамическими – кжильские. Звенигородские – дымковские. Такие игрушки изготавливались мастерами народных промыслов. Плюшевые медведи, как и фарфоровые куклы, сначала были привозными из-за границы и не каждая семья могла их себе позволить. Первый плюшевый медвежонок в России появился в 1908 году. Однако далеко не сразу заокеанский гость пришелся по вкусу русскому человеку. В нашей стране медведь всегда считался символом Руси. Особенный русский колорит Мишка получил благодаря своему национальному статусу. Из старей сложился другой образ медведя – Михаила Потопыча и Такова Леснова Увальни – сильного и доброго. Даже в мелких деталях российский плюшевый медведь не похож на своего американского брата. В 1930-х годах Загорский институт игрушки получил необычный заказ выработать технологию и начать производство непохожего на западных. Собратьев советского Мишки. До войны производство не успело развернуться и массовый выпуск советских медведей начался в 50-е годы. Этот медведь олицетворял мощь и силу Советского Союза. Изготавливали его из черного или коричневого плюша, набивали ватой, стружками или опилками. Три сегодня плюшевый Мишка – одна из самых распространенных по всему миру детских игрушек, которые уже более ста лет с момента. Появление триумфально шагает своими мягкими лапками по планете, мало кого оставляя равнодушными. Но ведь и взрослые люди неравнодушны к плюшевым медвежатам, часто берегут своего задушевного друга всю жизнь, не мыслят расстаться с ним. Вот уже более ста лет различные специалисты безуспешно пытаются объяснить феномен плюшевого медвежонка. Может плюшевый медвежонок для взрослых символ счастливых дней и детства памяти об ушедших родителях и дорогому прошлому? Продолжение следует...